Ребятушки и девчатушки, я вас категорически приветствую на канале Жук-Муравейники. Саша Велико-Ужастый. Решил я не дожидаться вторника, а немного еще, значит, познакомить вас с приключениями. Приключениями. Что-то с утра вообще не разговаривает. Говорилка с утра не разговаривает. Время 7.54. Угу, не спится утра. С чем познакомить? С приключениями Каменской 13. Ну, значит, что? Нашли мы на стриме с вами, с вашими, и с вашими тоже, и с нашими. Вот один источник экзотической материи, обнаковенный в арктическом биоме. Нашли источник экзотической материи в лавовом биоме. У меня вот возник вопрос, как мне вот в эту часть пройти? Я, конечно, могу сейчас попробовать по карте потыкаться. Ну, для начала все-таки давай соберем аппарат, да, который будет собирать экзотическую материю красного цвета. Вроде как он какая-то вот тут хрень для сбора летучих соединений, да? Давай смотреть. Вот это, да? Сборщик экзоматерием. Так, платиновых слитков нужно. 10. 30 платиновых пластин. Так, платиновые пластины. Ну, платины, к счастью, благодаря вот этой кирке. Нет, не этой. А благодаря кирке. Это у меня сейчас обсидиановые, да? Обсидиановые? Обсидиана. Благодаря миосматической кирке и вот этому вот чудо-ящику, который называется чиститель органических остатков. Платин у меня теперь, я извиняюсь, до жопы. Это еще не вся платина. Он, по-моему, тут еще платином не плавит. А, не вся. Я, по-моему, куда-то сложил или нет? Или все. А, ну, вон тут еще 100 штук. Тут еще 100 штук, которые мы отправим на переплавку. Да? Да. На, переплавляй, короче. Вот. Не, золото пусть пока здесь валяется. Так. А, значит, а этот аппарат у нас работает. На чем он у нас работает? Электричество. 1500. Ага. Я ветряк ему сделаю. Ветряку достаточно 1750. Он работает всегда, точнее, недостаточно выдает. Так. Мы вот прям работать на ветряке. Так. Нужны платиновые пластины. Платиновые пластины. Сколько там их надо для этого аппарата? Треть штук. Пошли платиновые пластины собирать. Они вроде здесь делаются, насколько я помню. Платиновые пластины. Так. Треть штук. Это на 4. Значит, 7 их надо. А мне вообще нету, да? Значит, 8. Поехали. Делай нам 8 пластин. Так. Это тебе. Так. Значит, сборщик экзематерии. Три электроники. Медная проволока есть. Пластины еще подъедут. Так. Электроники. Что у нас значит электроники? 2-4 штуки. Ну, я думаю, собери и 2-4 штуки. И они все равно будут требоваться. Так. Слушай, ну что-то лук такой уже изношенный. Дай-ка я его в литейный отреставрирую. Так. Вот отреставрирую. С какой киркой пойдем? С обсидиановой? Обсидиана? Обсидиана в бороду, как говорится. Без в ребро. Так. Это что у меня там растет? У меня тут клубника растет, да? А тут у меня тоже, по-моему, клубника. Почему-то не пропадает. Там, наверное, железная грядка. Она здесь не засыхает. Она же с поливом. Так. Да. Здесь клубника собирается. Даже иногда с семенами. Так. Ну мы оставим. Не будем выдергивать. Пусть растет. Так. А что же я с клубника-то могу себе сделать? Выпечка, понятное дело. Салат. Так. Слушай, а там у меня какие-то клубничные варенья я могу делать. А почему не могу? Не понял. Еще раз. Кубничный джем. Банк нужно стеклянный. А! Так она занята. А! Вот. Что ж ты, Шурик? Сдал назад-то? Да что-то я да. Извиняюсь. Банк-то занята. Сюда будем чего-нибудь сажать? Не. Сюда нихрена не будем сажать. Ягоды покопать. Спасли. Сложим. Я и так их с орбиты заказывал. Они мне стоили. Они в копеечку вылетели. Ну вот. Так что пусть они тут пока валяются. Так. Тут у нас что? Тут у нас еда какая-то непонятная. Можно, конечно, жрачки заморочиться, что-нибудь там себе сделать. Но что-то неохота. А я тут что-то сделал. Что у меня тут есть? У меня тут ничего нет. У меня авокадо пропадает. Кстати, с авокадо семян мне дали поразить такие. Ну вот выпечку с авокадо и сырым мясом, грибами. А грибы у меня тоже кончились. Но грибы у меня там есть. Семена можно вырастить. Но нафиг бы они были нужны. Надо, знаешь, что принести? Надо принести в следующий раз. А, погоди. Так это из лавы как раз. Да, да. Надо бобы свои вы принести. Они тут куда требуются. Да вот бобы свои вы. Кабачок там я видел. Вот. Надо принести бобы свои вы и кабачок. Но это не обязательно. Грибы. Слушай, где-то у меня лежала кукуруза. Там, наверное, уже все пропало. Это, наверное, внизу лежит. В нижней части нашего домишки. Ни хрена вот это полеты. Во сне иные. Так. Это он аппарат стоит. Я через него присылал семена. Ну пусть стоит. Я, может, потом в нем когда-нибудь Экзо отправлю. Не буду пока на орбиту отправлять. Так. Сосредоточься, Александр. Так. Сосредоточься, Александр. Ты хотел найти, куда ты... Она схватила его за руку и спросила, куда он девал. Так. Здесь ягоды протухшие. Вот это, наверное, твоя кукуруза была. Да, похоже на нее. Все. Куда я еще мог кукурузу сложить? Да, все. А, вот сюда мог сложить, да? Ну, даже если ты сюда ее сложил, здесь ее постигла примерно та же участь. Так. Отлично. Отлично, на, как говорится. Сюда же я не мог кукурузу сложить. Нет, не мог. В общем, кукурузы нет. Но вы держитесь. Нет, ну тут есть семена кукурузы где-то. Это что такое? Кирка стальная. Кирка стальная. Эш ты, эш ты. Так. Кукурузные семена. Ну, сейчас неохота всем этим заниматься. Семьи-грядками. Обойдуйся. Обойдуйся. Надо парад построить, да? Вот. И вперед отправиться на поиски экзотических. Сань, Сань, там экзотические. На поиски экзотических материй. Так. Значит, что там у нас? Латиновые пластины. Вот они, они. Так. Складываем их сюда. Латиновые пластины. Так. Летучки соединительные. А, электроника нужна. Ну, электроники вроде тут много успела изготовиться. Так. Электроника. Так. Сборщик экзоматерией готов. А он у нас... Куда вообще складывается? Он в этот аппарат будет класс. То есть в этот отсек или нет? Не знаю. Сейчас разберемся. У меня тут, кстати, есть вот экстрактор на биотопливе. Для обыкновенной экзотической материи. Так. Ну, электрический ферментатор. Набрал. Набрал. Четыре штуки. Очень хорошо. А, ну еще мне нужен этот. Ветряной генератор. Да. Тема нормальная. Будем теперь использовать. Так. Ветряная трубина. Чурюпа не хватает. Только стального чурупа не хватает. Все остальное в полном наличии. Так. Этот зря работает. Выключаем. Так. А где же у нас сталь? Есть сталь, Шурик? Так. Сталь. Стали нету. Ну, погоди. Сейчас найдем. Вот здесь есть стальные черепы беспредельные? Беспризорные и беспредельные. Так. Разделить пополам. Чуруп сюда. Так. Чуруп сюда. Слушай, а у меня так стали много было. А, ну она как раз для вентилятора будет. Для турбины сталь нужна, да? Нет. Для турбины сталь не нужна. Так вот. У тебя там сталь лежит. Никому не нужная. Так. Спокойно. Лежит и лежит. Как говорится, сидит и сидит. Он тебе что, мешает? Так. Ее можно в обыкновенный слот положить? Отлично! Его можно в обыкновенный слот положить. Очень хорошо. Так. Значит, тогда витринную турбину для него берем. И провода надо брать. Да. Без проводов у тебя ни хрена не получится. Так. Значит, стрел у меня сталь и пещерный. Поэтому мне вполне достаточно. Единственное, что у меня он лампа. Лампа присмеха, смотри. Вот. Ее надо починить, пойти. Слушай, может, верстак этот снизу сюда привлоким? Ну, какого хрена я за каждым разом туда бегаю? Ой, да ладно, ноги разомнешь. Ну, слушай. Я их поломаю, а не разомну. Так, лампа. Ремонт. Так. Теперь надо проверить, она работать будет. А то в прошлый раз у меня какая-то лагуля была. В чем она заключалась? А в том, что эта лампа очень быстро разрушилась после ремонта. Она, типа, полностью чинилась только, когда была полностью разрушена. Так. Это у меня три генератора. Да. Это у меня генераторная. Вот такая большая вот генераторная. Так, а что тут у нас? Факела уже все погасли в моей генераторной. А настенные? Так, настенные я забрал. Напольный тут что, один остался, да? А, ну ладно, пусть светится. Больше ничего не вижу. Так. Вообще, вот этот аппарат тоже можно разобрать. Верстак для модификации. Он тебе нахрен не нужен, потому что у тебя есть верстак для модификаций повышенного уровня. И верстак травника тебе это тоже не нужно. У тебя есть какой-то другой верстак, который его заменяет. Да, мне тут вообще ничего не нужно. Так, ну тогда давай мы с собой возьмем что-нибудь. Выпить и закусить, как говорится. Так. Ну вот это раздели. Так, по кислороду в воде пока норм. Так, броня обсидиановая починена. Как раз по жаре ходить самое то. Вода норма. Будем брать вот этот вот орбитальный обменник. Слушай, ну ее же сюда вроде таскать надо. Кого? Ее. Ну кого-кого? Икзу это сюда таскать надо? Ну вроде да. Ну вот, и какого лешего тогда? Если ее сюда надо таскать. Ну понятно. Ладно, на. Так, что получается, можно отправляться. Или взять два сборщика экзематерии сделать. Я вообще еще не знаю, как один работает. А ты второй собрался делать. Ну вообще сделать можно, в принципе. Да, турбина еще одна придется делать. Ветряную. Ну, турбину тоже можно сделать. Когда с углеволокном уже проблемы начались. Не, погоди. Давай с одной пока сходим. Ты не знаешь точно, что я не знаю точно. Ты того этого там можно поставить еще одну турбину. Или она только одна, ты с ней сборщик. Или он только один ставит. Я же еще ни разу не пробовал. Ну да. Так, а я ищу кремния. Где у меня кремний? Кремний нет. А надо будет кремний притащить. Ладно, притащим. А весь кремний использовал? Ну да, я по-моему большую часть использовал для того, чтобы сделать... Что сделать? Да, этот нужен мне был. Так, кто тебе нужен был? Так, а этот что не работает? А почему не работал? А, опять из... Выключался ты? Ты заколебал. Когда-то выключиться успела, а? Слушай, давай тогда вот в это положим. Это всегда работает. Заколебал выключаться. Ему электричества опять что ли не хватало? Так я вроде же ветряки поставил. Что, все равно не хватало? Ну, два витрика дают три с половиной. А один солнечный панель-то дает, Александр. Сколько дает? Один солнечный панель дает пятерку. А утром? Я хоть и вынес их на самое солнце. А утром? Утром. Сам понимаешь. Ладно. Тогда ветряка надо еще. Два! Не, я сейчас не готов этим заняться. Ветрики будут потом. Так, все, короче. Я двигаюсь. Куда? Я вот он. Идем в точку перехода. Вот сюда. Вот. Через этот идем. Биом. Через биом болотистый идем. Так, значит, станцию орбитального обмена... Обмена... Обмера... Не берем... Не берем старцию. Старцию орбитального обмера... Ну и нахрен пусть он остается. Слушай. Вот ты зря так побежал. Надо все-таки пивка-то на дорожку дернуть. Оно будет бегаться быстрее. Да, пошли пивка дернем. Ладно, пошли дернем пивка. Так, где-то тут у меня пивко заготовленное. Да и не только пивка можно дернуть. Так, пивка дернуть. Только пузырь надо сразу возвращать, чтобы с ним не ходить. И вот это вот тоже варенье дернуть. Вот. Все. Ягоды кончатся. У меня там есть ягоды. Ладно. А, ну действует у меня только пивко. Варенье не действует. Кто-то пришел есть мой дом. Судя по звуку. Кто же это такой пришел есть мой дом? Сракомрак, наверное, опять? Да, сракомрак, но он какой-то слепой и хрен с ним. Не, мне не страшно с ним драться, но... Чего время на него тратить? Слушай, а почему иногда вот здоровье не восстанавливается? Че возникает? Че происходит? Вот смотри, у меня здоровье не растет. Хотя все норм. Че не так? Почему он не растет? Странно. Странно. Это баги какие-то. Я вот иногда не понимаю, почему оно замирает и не тудой, не седой. Мне непонятно. От чего и почему, да и сам я не пойму. Так, значит, кирка у меня обсидиановая. Топор у меня из холодной стали. Ножичек у меня тоже из холодной стали. И серб... Серб и яйца тоже из холодной стали. Можно было попробовать серб сделать из обсидиана. Там у него какие-то функции есть. Попробуем сделать потом. Кстати, в Сербии вообще никакой вставки нету. Он без... Да он меня не усовершенствованный. Ладно. Разберемся, гражданин. Слушай, а вот здесь вот есть река. Ладно, сейчас подойду, разберемся. Че я с животными не вожусь и не приручаю? Не знаю. Я как-то давно, когда это появилось, пробовал. Что-то возни больше. Ну, как говорил Сухов. Помнишь фильм «Белый солнце в пустыне»? Ему там в конце фильма говорит, возьми коня. Он говорит, с ним хлопот его кормить. Вот. Действительно, хлопот их кормить. Больше возни с этими животными, чем результат. Да и вообще, как на них будешь скакать, полавит? Они там сгорят все нахрен. Я сам-то горю местами. Поэтому. Как-то давно-давно еще, когда только вот при... Чуть ли не год назад, когда это еще появилось. А может, в полтора тут время так летит. Когда этих животных добавили приручение в игре. Я что-то повозился и забросил. А там-то, конечно, вот этого коня, как его там зовут? Гипертрофириус. Нет, не гипертрофириус. Теритересус какой-то. Интересус. Вот этого Интересуса, гипертрофириуса. Может, приучите на нем скакать нормально. Ну, не знаю. Может, тут миссии будет. И у меня же пока только миссия правонарушитель. Я как бы вещь прошел. Вот. Ну, не улетаю. Фармлю и к зуну. Ну, и вообще, ознакомляюсь с происходящим. Со всеми этими кирками обсидиановыми. Маразматическими, миазматическими и прочим. Так сказать, изучаю. Вдичайший восторг пришел от ледяной кирки. Из холодной стали, то бишь. Который нам дает руду. Фантомно-рандомную, из которой у меня навыпадала обсидиана. Которого я в глаза не видел, пока не добывал ни разу. И шлаков до жопы. Это мне, конечно, понравилось. Очень понравилось. То есть, там для начала надо льда добыть. Вот. Сколько? Да я не знаю. Там, наверное, десятка, два, три льда хватит. А потом у тебя и лед будет, и все будет. В общем, нужно немножко льда добыть. Потому что нужно сделать ледобур. И отправиться в арктический биом. Знаешь, я где лед добывал? Он там не везде попадается. Так, где же я лед добывал? Да, по-моему, вот здесь я его добывал. Где-то вот здесь, на вот этом типа озере, есть источники. Там источники льда. Как источники руды должны быть. Вот такие, типа месторождения. Причем их там много. Их там штуки три или четыре. Вот ставишь этот глубинный ледобур. С глубинным смыслом. Да не голубиный, а глубинный. Ну можешь и голубиный поставить. И все, и начинаешь все добывать. Я там ночь поспал. Пешери. Пострелял пару ягуляров. И все. Медведи там вроде меня белые не встречают. А, они встречались, по-моему. Ну, что я тебе хочу сказать. Делай лук из червяка. Как можно быстрее, из пещерного. Ну и стрелы можно пещерные. Ну и в принципе уже можно и по медведям стрелять. Ну, я, видишь, сделал себе лук составной. Вот. У него урон повыше. Вот. Сделал в него выставку под названием скорость. Как он там называется-то? На скорость полета стрел. Забыл, как эта вставка называется. Там что-то тетива какая-то прочная или натянутая. Забыл, как называется. Так, а слушай, а мне по-другому нельзя было зайти сюда? Не знаю, может здесь и есть где проходы. Но я с ними не знаком. Поэтому мы идем каким путем? Какой путь самый короткий? Который знаешь. Вот я этот путь знаю. Я и мы иду. Кстати, по-моему, у меня игра стала меньше лагать. Можно попробовать. Было графику улучшить. Чуть-чуть у меня настройки стоят не очень хорошие. Ладно. С улучшением графики мы с тобой разберемся когда-нибудь. Так, я тут вот себе уже мостики сделал, чтобы ходить. Переходы. Они вон опять все поломались. Но это не беда. Это мы починим. Так, вот он он. Болотистый бьем. Он так-то особо не опасный. Болотный грызун. Я так понимаю. Я такого еще не стрелял. Ну, выглядит симпатично. А по-моему, симпатично выглядит болотный грызун. Из него даже миазмы выпадают. Так. Что хотел сказать? А, ну я считаю вот так вот по своим ощущениям, сколько я тут в Прометее играю. Кстати, за Прометей спасибо, Сергей Валерьевич. Он мне его подарил. Я сам, значит, жучар и этакий зажал. Так вот, что я хотел сказать, что болотный биом, я считаю, не шибко опасным. Да? Так. Ну и нам, короче, куда-то надо пендюрить вот сюда. Здесь скал обходить придется, да? А с этой стороны ее не обойти. Слушай, я вот сюда вообще не ходил. Может, просто сходить поглядеть, что там есть. Ну, давай сходим. Ради... А, погоди, погоди. Я здесь ставил аппарат. А как же я здесь прошел? С этой стороны. Не пойму. Ладно, давай приблизимся. Поболоть чуть-чуть, пошарохаемся. Я с собой тащу, вот видишь, бетонный каркас два штуки. Ой, я костер забыл. Не взял костер. Ладно, костер сделаем. А вот. Бетонный каркас, чтобы погоду пережидать. Один ставишь, залезаешь внутрь, накрываешься бетонным каркасом. Так, ну насколько я знаю, вроде как мамонты, а не это... Небычицы, если их не трогаешь. Да? Да, он взлет там, что-то. Ну мне пока мамонт без нужды. Так что пусть отдыхает. Пущай себе отдыхать. Ну кто тут эти? И иглометатели тут, коварные товарищи, да? Стреляют иголками. Ну, во-первых, от них можно убежать. Всегда. Ну, если, конечно, Сугундера дело не доводить, когда он тебя уже 15 иголок всадил, и ты ель ползешь. Ха-ха-ха. Вот. Бежать, вторых, их можно укокошить. В-третьих, не обязательно для этого использовать ружья, пистолеты и дробовики. Все-таки, как в этой игре, наверное, лук самой темы нормальной. Арбалетом очень давно не пользовался. Только-только, когда я начинал играть в эту игру, еще на самых первых версиях. Дюж мне не понравился арбалет из-за своей медлительной перезарядки и непонятного прицеливания. Вообще, ни хрена не понял, как из него стрелять. Ну, я, в принципе, с арбалетом у меня такая хрень почти во всех играх. Я их не люблю. Они везде медленные и непонятные цели счастья. Ну, для меня лично. Ну, может, потому что косой какой-нибудь, там, кривой и так далее. А вот лук тем нормальный. Так, комод. Комод тоже можно не трогать. Мне просто возиться с ним нет особо нужды. Ну, вот этот, если ганс что-нибудь захочет, я его пристрелю. Но он пока ничего не хочет. Поэтому я его стрелять не буду. Я так понял, тут лишний раз... Деревья, конечно, красивые. Я, может, в какой-нибудь месте поселюсь на дереве. У меня еще на стриме, на позапрошлом, пришла такая мысль в голову. Но я думаю, на всем приходят, кто видит эти деревья. Тут, как говорится, чего уж там скрывать ха-ха-ха-ха. Ума особого не надо, чтобы захотеть жить на дереве. Да вот на биом нарисован красивый. Мне нравится. Наверное, самый прикольный из всех биомов, которые сделали в этом Прометее. Потому что лавовый, он, конечно, горячий. Горячий, конечно. Ну, нет в нем никакой изуминки. А вот болотный мне нравится. Тут прям, как некоторые любят говорить. Черкизовский рынок, моя атмосфера. А точка на курской карьеры, как говорится, венец. В общем, атмосфера тут присутствует. Кстати, глину еще ни разу не добывал. Не видел в этом никакой нужды. Тут же полно глины. Это камень или глина? Не, это камень. Глина требует кувалду. Ее камнем, ее кухни-то не добудешь киркой. Если бы ее можно было добыть киркой, я бы уже давно и киркой себе добыл. Так. Это у нас... А, вот что мы хотели, да, выяснить? Что вот эта дырка, что будет, если туда провалишься? Кстати, мы этого не раз с вами не делали. А как вы мне предлагали? Вы мне предлагали поставить точку сохранения и туда сигануть, да? Мысли, конечно, интересные. Что, проверить? А что там, правда, есть такое? Очень интересно. Так. Что мы для этого делаем? Мы делаем вот так. Потом мы залазим внутрь. Тихо. Так. Теперь кладем шконку. Ну, где она? Вот она. Кладем шконку. Вот. Задаем точку сохранения. Теперь отсюда вылезаем. Накрываем назад этой хренью. Так, погоди. Точку сохранения. Это, конечно, зашибись. А, тогда одежду надо тут все сбросить. Тогда нужно ящик поставить. Да, туда просто так прыгать нельзя, Шурик. Ага. А если ты там сейчас сдохнешь? Ну, у тебя ж останется там все. Точно. Тут еще раздеться надо. Просто так сюда сигать нельзя. Ладно. Сейчас мы это дело организуем. Мы это дело сейчас организуем. Так, установить. Ты сюда встанешь, ящик? Так. Даже встанет. Так. Ну, да-да. Все сюда складываем. Вообще все-все-все, что у меня есть. Ну, допустим, вот это, наверное, не надо складывать. И вот это тоже пока не надо складывать. Так. Волокна тоже можно не складывать. Кости тоже можно не складывать. Потому что мне броню туда еще надо будет сложить. Так. Ну, в таком случае, если броню, тебе придется еще вот это выкинуть. Так. Лампа. Кирка. Блин, у меня все не влезет в один ящик. М-да. Броня еще, Шурик. И фляги. Блин. Ну, что там, мясо выкидывать? Ну, вот это выкидывай нахрен. Ну, дерево ты себе наберешь, в принципе. Ну, в принципе, да. Дерево я себе наберу. Это факт. Модули еще надо оставить, Шурик. Короче, все кроме костюма. Вроде костюм только не снимается, да? Да, костюм не снимается. Костюм вроде при мне останется. Всегда. Костюм я вроде не теряю. Так. Ну и что у нас получается? Получается, что у нас здесь мясо придется выкинуть. Дорогую. Наставу эксперимент выходит. Так. Бинты придется выкинуть. В аккурат. Так. В аккурат. Ничего у меня нету. Костюм не снимается. Ну, все, тогда, Шурик. Ну, погнали. Ну, там темно будет, если что. Ты там не разберешься. Да, я там не разберусь. Это точно. Да то в прошлый раз, Владимир Анатольевич. Помнишь, предлагал ты поглядеть, что в этой... Хреновень. Давай поглядим. Интересно же. Блин. Ставься. Он не хочет ставиться. Нет, ты должен поставиться. Ну, что ты не ставишься, а? Потому что ему мешает ящик вот этот. Блин. Ну, дай-ка вот это соберу. Я же это могу с собой взять. Можешь. Это ты взять с собой как раз таки можешь. Ну, и что? Ни хрена, да? Ящик стоит криво, не дает подставить. Блин. Так. А если я его рядом поставлю? Точка сохранения присутствует. То есть я здесь появиться должен. Если кровать тому менту не развалится. Так, ладно, пофигу. Где эта дыра? Чего там в ней находится внутри? Ни хрена себе. Понятно. О. Так. А тут тоже биом такой, да? Слушай, это какая-то подземная пещера. В нее можно заходить, смотри. Или спускаться по лестнице. Ага. Понятно. В общем, туда можно строить спуск себе. Это что-то типа подземной пещеры большой. Так, ну, надеюсь, я появлюсь на том месте, где я и сдох. Что там было написано? Какое-то предупреждение было написано. Что укрытие находится не там, где положено. Так, у нас с тобой нет жрачки, да? Да. Ну, что у нас еще нет? У нас нет жрачки. У нас нет бинтов. Что у нас еще нет? Так. Значится. Это сюда, это сюда. Так. Ой, а рюкзак? А, рюкзак со мной. Фу. Фу, газ мне в глаз. Так. Все? Ну, не знаю. Сейчас будем разбираться. Все или не все. Так. Где у нас лампа-то? Лампа. Вот она. Модуль заплатка. Модуль подъем. Так. Топор на цифру 2. На цифру 3 у меня обычно нож. Так. Этот был здесь. Лук был на 4. Так. Стрелы. На 5. Топор был на 7. То есть молоток был на 7. Так. Вроде все со мной осталось. Ну, вроде да. Так. Больше туда прыгать не хочешь? Не. Больше не хочу. Я там уже был. Там очень интересно. Но спасибо. Мне хватит. Не зря все. Барафот собирал. Надо было тут наверху оставить. Ну, теперь уж что. Так. Пару повязок. Так. Куда ты тут идешь? Куда я иду? Так вот написано, что я здесь не сдох. Так. А это кто? А вот как раз таки игольник. Ну, вот это как раз таки мой ужин. Где он там есть? А, да вот что-то его задница. Так. Он сейчас вылезет. Игольники они. А, я у меня кровотечение открыл как раз большое. Ну, дай мне, пожалуйста, костей. Я из них себе сделаю антикровотечение. Так, это... Ох, здорово. Это мне как мало осталось. Так, кто там идет? Еще один игольник. Блин, там еще один игольник. Блин, отсюда. Собака такая. Быстрее забинтовайся, Александр. Да вот уже всеми, как говорится, правдами и неправдами. А то я сейчас заражение какой-нибудь отхвачу. Так, забинтовались. Так, вот только тебя мне не хватало, товарищ. Блин. Вот это обязательно было его бить так. Нет, не обязательно. Ну, а что мне делать? Тихо, кто это? Да вы заколебали. Так, Шурик, дело плохо. Дело плохо. Сейчас меня тут укокошут, нахрен. Ты кто такой? А, это крыло ужаса. А, это крыло ужаса, я понял. Это крыло ужаса, сраные. Так, Шурик, нам надо срочно отсюда валить. Пока мне это крылья ужаса не убили, нахрен. Так, дело дрянь. Что, травление мне выдали? Погоди. Погоди, отравление ты сам себе выдал. Ты что-то взял. А что я взял? Это кто? Это опять игольник? Это комода. Так, в общем, дело после эксперимента пошло не очень. Прям вообще не очень пошло. Дело после эксперимента. Да блин. Это кто меня так долбанул? Это опять крыло ужаса, да? Ах ты сука, а. Ты где есть? Ну-ка иди сюда. Ты глянь, как они больно бьют, а. Так, мне срочно нужно костер делать. Блин, у меня так стрел мало осталось. А все началось с чего? А все началось с дурацкого эксперимента. Блин, мне надо с них забрать. Сейчас меня опять кусанет. Так, нахрен отсюда. Камень нужен, костер. И пока не поздно. Ха-ха-ха. Отоспаться. Камень, камень. Так, неплохо я подстрял. Я тебя сейчас все равно собью. Не, так ты в него не попадешь. Откуда ты знаешь? Блин. Не, не попадешь. Так, что там с костром-то? На него не хватает чего-то, типа палочек, да? Хорошо. Так, ну вас нахрен, я вам так скажу. Вот так-то здорово. Так, а сколько броню прогрызли на 3%? Хорошо. Так, а дрова-то есть? А вот дрова будут. Быстро горят. Ну, знаешь. Че есть. То есть. Чего нет. Того нет. Поспим хоть чуть-чуть. Я вам предлагаю еще себе сделать вот такой зашивательный аппарат. Может пригодиться в будущем. В недалеком. Так, вообще надо идти куда шел. Ты куда вообще шел? Да вообще-то я шел в другое место. Вот. Ты шел вообще в другое место. Какого хрена тут началось? Трудно ответить, Марья Ивановна, что тут вообще началось. А требуется топливо. Началась какая-то хрень. Вот вам топливо. У нас началась какая-то хрень. Меня стали кусать злые, понимаешь ли, животины. Вот. Ну, я чуть не поплатился за это. Так что сейчас будем восстанавливаться. Балость-то биом не такой уж опасный. Да. Ну, до проведения экспериментов дурацких, оно все нормально, когда штатно идет. А когда начинаются дурацкие эксперименты, понимаешь, да? Дурацкие эксперименты начинаются. Ну, так и все сразу идет не так, как надо. Так, это что же листые мясо? Это тоже же листые мясо. Так, ну-ка, давай сырое мясо приготовим себе. Пусть с ним и пойдем. Так, ну здоровья там вон по чуть-чуть прибавляется. Я, кстати, пришел сюда с не очень таким высокоразвитым здоровьем. Это я еще с мамонтами не бодался. Но я думаю, мамонты мне не нужны. Это без мамонтов полный порядок. Как быстро закончились у меня эти луки. Так. А кто у нас быстрее всего готовится? Какое мясо это у нас готовится? Сколько секунд? Ладно, сейчас приготовится кусок. Пойдем. Так вот, это уж не надо. Мясо можно пока не собирать. 30 стрел осталось. А было в районе 60. Как я их быстро все просрал. Ладно. Так, забираем мясо. Ну, можно забрать костер. Ну, костер, конечно, забираем. Так, кровать я уже забрал. Так, кровать я забрал. Так, значит, забираем. Так, это гасим. Так, все, Шурик. Это что тут у нас в мешке лежит? Пошли, Шурик, куда шел? А куда я шел? А кто это там как тарахтит? Это на игольника похоже. Не, игольник мне не нужен. Игольников мне не нужен. Так. Ага. Это я могу вот сюда, значит, пройти. Или не могу. Не знаю. Тут есть проход прямой. Ну, как ты там пройдешь? Ты видишь, там скала. К игольнику в гости не хочу. К двум игольникам. Ой, сейчас они будут пулять. Тихо, тихо, тихо. Тихо. А, все что ли? То есть от игольников тоже можно убежать. Ну, а почему нет? Убежать можно от всех. Быстрые ноги, да, Валер Валерыч? Они же ничего не боятся. Так, мне вон туда. Так что убежать можно от игольниковых. Настойчиво показывает место моей гибели. Так, вот тут картофель есть. Давай возьмем, я его потом пожарю. Зашел на свою голову. Так, а еще так. А-а-а, это я тут. Да. Так, это страйдер. Он вроде не опасен. Если его не трогать. Да, если трогать, тоже вроде не опасен. Так. Мне, короче, надо... А, ну тут обходить придется. Тут только обходить. Я изначально зря сюда поперся. Ай! Ай! Ай, больно! Интересно, а это сильно портит броню? Или это только жизнь портит? Непролазная грязь. Грязь. Так, страйдер, привет. Мы поедем и помчимся на страйдере доверхом. Слушай, страйдер, а на тебя можно так и залезть? Он такой, что? Я понял. Я тебя понял. Оставь меня, старушка, я в печали. Хорошо, оставляю. Так. А как же я тут вообще проходил-то? Где у меня тут проход был? А, во как! Тут вон аж куда надо идти. Тут вот он проход. Тут везде эти скалы, камни. Блин, слушай, а тут нет нигде прохода вот в этом районе. По-моему, там ездит пещера сквозная. По-моему, там по реке можно выйти. Опа-на. Ага. Кислотный душ. Так. Я не заказывал кислотный душ. Ну, кого это интересует, что ты его не заказывал? Страйдер, привет! Картопель. Красный картофель. Так, я думаю, с красным картофелем. Кто там игольник? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну и он нафиг. Не то, чтобы я ошибка боюсь. Ну, сейчас сначала завозишься с игольником, потом прилетит крыло с ракомрака ужаса. Ну и нафиг. Так, это убийц. Убис нам не нужен. Он может отдыхать. Ну, когда станет плохо, поставлю домик. Буду от непогоды спасаться. Пока бегу. Куда я прибежал? Ну, вроде туда, куда хотел ты прибежал. Хорошо, что здесь в воде не живет, не знаю, чего-нибудь более опасного, чем игольник. Знаешь, какое-нибудь сочетание мамонта и игольника. Так, по-моему, здесь надо поворачивать, да, поворачивай. Да, вроде поворачивать. Так, ну, пишут, что я испытываю проблемы, но я буду пока продолжать движение. На проблемы нам наплевать. Так, а я точно там ничего не прое, когда прыгал? Не прое терял, да вроде точно. А, ладно. Даже если... О, вот этого делать не надо. Вот эту вот... Вот эту кнопку надо запретить под названием выкинуть предмет. Так, ну, куда же нам идти? Да вроде сюда, что ли. Сюда, что ли? Так, ну все. Приплыли. Что за звук такие ужасные? Так, это мамонт. С. Что такое ощущение, что за мной кто-то гонится? А, тут игольники. Это они в меня стреляют. Ой, они сейчас в мамонта попадут. Мамонт обидится на происходящее. И может мне пятюлей выдать. Ой, мамонт действительно обиделся на происходящее. Мамонт, да иди ты, я тебя вообще не трогал. Честное слово, это не я, это игольники уродские. Я вообще здесь ни при чем. Блин, он за мной гонится, прикинь. Так, а я здесь траву же косил. Точно, я здесь выходил, здесь мамонт стоял, я помню. Я ж траву здесь косил. А мамонт все еще за мной гонится, да. Да блин, я же здесь косил траву. Мамонт, иди в жопу, а. Мамонт, иди в жопу. Ой, ты так близко. Ой, выносливость из расхода. Оно сейчас он меня убьет нахрен. Да ты за колебан, когда сдохнешь уже. Сколько у тебя стрел надо ссадить. Гребаные игольники. Все из-за них. Я вообще мамонта не трогал. Так, ладно, заберем пока все из этого мамонта прекрасного. Так, забрали все из этого мамонта прекрасного. Так, чем пожрать? А вот этот один... А карташка просто так есть можно? Написано, что можно. Надеюсь, я им не отравлюсь. Да вроде не отравился. Так, ну хорошо. Идем как за материей. Где она тут у нас? Это место. Меня все интересует, как они броню мою жрут. Так, еще один процент. Ну, тут теперь что? Вот теперь горячо будет. Ага, видишь? Это моя, короче, подставка. Так, это краснобрюхи. Красноспины. Как их там зовут? Красноспины. Они дерутся с этими слабовыми выводками-выродками. Ну, пусть дерутся. Так, а у меня будет дров с собой. А-а-а! Да блин! Твоя дивизия, что тебе надо? Твоя дивизия, тебе что надо, сучара красноспины? Я тебя вообще не трогал. Я мимо шел. Что ты на меня сагрился, сволочь? Лестницу поломал, скотина. Так, тут деревья где-нибудь есть. Кролик, ты видал? Беспредел творится. Этот красноспин, блин, с синежопой взял и на меня напал. Что ему вообще надо было? Я мимо шел, его не трогал. Я ж гулял. Я ж не знал, что у вас не везде гулять можно. У нас везде гулять можно. Собака лаяла. Что ж мне сегодня не везет-то, а? Кто мамонт на меня сагрился? Кто еще какая-то жопа происходит? Так, а это что такое? Руды золота. Золото. Хочешь, мы заплатим золотом. Не хочу. Так, ремесло. Ну, дайте мне лестницу. Пару. И пару вот таких штук. Ага, дерева, говорит, нету. Понятно. Ладно. Ясно, понятно. Тогда при случае мы мелкие деревья нарубим. Кролик, ты-то хоть иди. Ты-то хоть иди отсюда нахрен. Ты видишь, он еще не полез по этой так активно, потому что она поломана. Когда эта хрень поломана. Да блин. А не персонаж. Не желает лезть. Да. Так, тут еще сейчас какая-нибудь стеклянная челюсть меня приголубит. Я так чувствую. Так, заслушливый страйкер. Это что такое? Понял. Понял тебя. Блин, а у него хп до хрена. Ой, он меня заразил. Чоперный тяп. Так, нормально. Они меня приняли вообще. Засушливый страйкер. Зря ты, шурик, руками бил. Так. Откуда же я знал? Я первый раз встретил. Я думал, с ним легко так справиться. Нет, страйкер это нормальная тема. Его так вообще нельзя бить. Ни в коем случае. Слушай, я страйкеров еще не встречал. Души засушливого страйкера. Ни хрена себе. Вот это он действительно страйкер. Так. В нем сера внутри. Так, что-то у меня... Что-то у меня вообще... Я вообще живой. Вот так. Еле-еле. Я тебя понял. М-да. Мы так, че, не дойдем никуда с тобой. У нас уже стрелы почти кончились. А где вообще место с материи? С осматерией, да, вон, впереди. Так. С осматерией впереди, да? Ага. Тут как-то надо обойти. О, я помню, я здесь проблему вообще испытывал. По обходу вот этой дребедени. Или я ее перепрыгивал. Как я делал-то, не помнишь? А, да перепрыгивал, по-моему. Здесь можно перепрыгнуть. Она здесь не широкая. Месторождение угля. Так, Шурик. Ну, Шурик, ну, Шурик, ну. Вот только вот давай. Вот еще нам гореть с тобой не хватало. Не хватало для полного счастья. У тебя все хорошо. Давай гореть. Давай, конечно. А как отсюда вообще вылезать? Вот так примерно. Ага. Жопу подпалил чуть-чуть. Так, что там у нас? Страйкер засушил. Ого. Тут мне чуть-чуть повезло, он застрял. Ну, слушай. Он, короче, тип опасный. Ну, что я могу сказать? В прошлый раз не было никаких страйкеров, когда я тут ходил. А теперь они появились. И сиение есть гуд. Вообще мне не нравится. Так, а почему стрела не была взята? Вообще мне не нравится эта тема. Этих засушливых страйкеров. Так, у нас тут деревья есть. Деревьев тут у вас нету. А что тут у нас есть? Чай. Луковичные пальмы. А что она вообще дает? Волокна, древесный сок. А, она дает волокна, древесный сок. Понятно. Так, ну где это тут? Материя, экзематерия. Что-то в этот раз я тут как-то... Ага. Страдаю. Не по-одесски. Не по-одесски я тут страдаю. Ого, сейчас вот эти еще мне бомбить будут. Давай. Бабах. Ага, не попал пока с первого раза. Это не значит, что он в другой раз не попадет. Эти сейчас по мне стрелять начнут, смотри. А у меня как раз кончилась энергия. Это же самое и то, чтобы контузию хватить. Сейчас, схвачу контузию. Промазал. Хорошо. Еще раз промазал. Так, где это тут дерево уже? Так, это кто? Это опять засушливый страйкер. Нет, это кабан. Это кабан и не засушливый обыкновенный. Да? Обыкновенный и не засушливый кабан. Хорошо. Так, где тут это дерево было красное, которое я нашел? Где-то тут оно было, по-моему. Это дерево красное. Так, и где ваше дерево красное? А, вот оно оно, дерево красное. А его кто-нибудь охраняет? Его охраняет красно-синий-синий спин. Теперь проверяем, как это вообще сюда ставить. Установить. А, одна ставится. Теперь я понял. Ставится одна. Две шурик делай, сюда нельзя. Чего, какой выбросить? Я тебе дам выбросить. Извиняюсь. Не на то нажал. Выбросить какой-то. Какой выбросить? Вот так вы будете работать. А как мне из вас что-нибудь собирать? Что там написано? Он так быстро двигается. Я его хрен могу поймать. Что там написано? Так. По-моему, мне надо отойти. Тут какое-то мочилово началось. Тут началось какое-то мочилово. Кого ты замочил? Он замочил этого болотную выхохоль. Так, там мой сборщик этих органических остатков. Никто не будет прессовать? Лавовый выводок. Выводы надо сделать. Из этого выводка. Так, слушай, а как с этой фигни собираетесь что-нибудь? Я не пойму. О, сыркомрак пришел. Ну, этот легко убивается. Тут главное с него все собрать, не оставить его. Я тут приду жрать его. Они мне нахрен не нужны. Так, аппарат работает. Ага, вот он собрал летучие сыраи экзоматерии. Понятно. В общем, валить не отсюда надо. Оставляем его собирать эту летучую экзоматерию. Пусть собирает. Ага, там отловой выводок. Вот что, он придет его ломать или он меня придет жрать? Короче, надо отсюда уходить, чтобы не привлекать внимание местной фауны. Да и флоры уж заодно чего там скрывать. Ха-ха-ха-ха, да, Сергей Валерьевич? Так, все, мне не лезет. О, он железо дает. Прикольно. Прикольно. Из него железо выдается. Так, Александр, тут есть точка перехода. Попробуем ее найти. Так, вон там синие спин. А где она? А вот тут вроде можно перейти. Давай попробуем тут пройти. Давай, только нам надо напрямую. Пошли, чушь. Че там? Липи, ляпи, чего уж там? Так, ну вроде этот красножопый синий спин сейчас меня трогать не должен, потому что я как бы того этого. Его тоже не трогаю. О! Товарищи, заклинило. Заклинкен! Здравствуйте, я Заклинкен и Диева. Заклинило. Ну как заклинило? Ну что-то не хочется подходить и узнавать, какие у него проблемы. Да, вообще, ты че? Даже близко не хочется подходить и узнавать, какие у него проблемы. Нахрен бы мне его, как говорится, проблемы. Надо чуть-чуть подосвободить свой инвентарь. Для чего? А для того, чтобы взять мне, допустим, немножко вот этих соевых бобов. Еще бы, конечно, где-нибудь найти кабачок. Для того, чтобы себе что-нибудь потом приготовить. Ну, повезет найдем. Повезет тому, кого, да я знаю, петух снесет. Пока кабачком ограничимся. Ой, тьфу, бать-бабом. Так, во, сорока мрак. Ой, сколько вас там много. Мне стрелу. Да стрелу отдай, говорю. Мне стрелу. Я понял, вы меня не пропускаете, да? Вот это мне бомбардировщик что-то не нравится. Уберу-ка я их отсюда. Так, а у этого стрела, что ли, исчезла? Так, тут кабачки есть? Нет тут кабачков. Кабачков нету. Кабачков нет, но вы держитесь. А скитальцы, когда взрываются, они же стрелы мои все... А, вот она стрела, кстати. Так, вот она лава. Так, а как я тут проходил? Не помню. А куда я вообще иду? Я вообще иду дальше. Ага, вон туда вот. Так, лава, 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 лава. Ну, с этой стороны я не пройду. А, я что-то там сигал, сигал. Чуть не разбился в тот раз, да? Я как-то с краю шел. Через лаву здесь вроде хрен пройти. Она слишком широкая. Да, мне не светит по ней пробежать. А это кто такой? А это кто такой? Игольник, что ли? Пепельный дракончик. Я с таким не знаком. С пепельным дракончиком не знаком. Вот все к тебе мочкануть, да? Вот не знаком. И обязательно надо долбануть. Ну, не обязательно, конечно. Слушай, появились, короче, те, кого в прошлый раз я не встречал. Вот эти вот сухие товарищи. Забыл, как их зовут. Пепельных дракончиков не было. Тут бы напрямую. Слушай, а если здесь каменные мосты класть? А не можно пройти? Красноспин тут у нас. Вот ему пофигу, да? Вот он, парень огнеупорный, а? Так, сейчас я попробую здесь сверху зайти. Так, это у нас что? Кремний. Кремний. Так, кубачков нету тут? Кубачков нету, но вы держитесь. Стрела моя осталась? Не осталось. Жаль. Так, красноспин. Ага, я тут лез. Да я вижу, что тут лез. Так. Ага. Перейти я смогу, да? Дайте-ка я вас заберу. Кто хрен его знает, что мне там еще понадобится. О, это тоже мое. Я тут, помнится, чуть в лаву не свалился. Странно, ноги не поломал даже сейчас. Так, тут, по-моему, пещера рядом. Да? Ага, точно, вон я в ней был. Так, ну и теперь куда мне? А теперь тебе вроде как напротив. Здесь вот вроде как проход есть. По крайней мере, у меня так кажется. Ну, не знаю. Ты уверен? Ну, ага, не знаю. Там шелка какая-то. Давай проверим. Давай. Давай проверим. Да где же эта шелка? Мне потом еще идти забирать эту хрень летучую. Летучая соединительная. Работать она будет, пока не забьет все ячейки. Потому что у нее электрия. Это от ветра она работает. Если, конечно, никакой лавовый... Лавовый гад не поломает ее. А вот. То все будет нормальдес. Да, здесь вроде есть с виду такой проходец небольшой. Так, а где же мне кабачки-то взять, пацаны? Пацаны, кабачки нужны! Кабачки, помню, были там в начале. Да, они попадались мне. Кабачки мне в начале попадались. Вон, в болото заход. Дайте кабачки. Я знаю, где кабачки, но они не здесь. О, смотри, пещерка какая-то. Хочешь туда зайти? Че я там не видел? Че я там... Ой, не то нажал. Я хотел нажать вот так. Че я там в этой пещерке не видел? Может, че-то не видел. Да все я видел. Не пойду я сюда. Без кабачков припремся. Ну ладно, хотя бы с соевым бабами. Ага, тут еще пройди. А то, может, тут и хрен пройдешь. Может, тут опять скакать придется. Погоди ты раньше времени. Так, вон, видишь, бабы соевые. Кабачков нету? Нету кабачков. Только бабы соевые. Кабачки были, когда мы зашли в лавовый биом. Знаешь где? Вот здесь где-то, да, кабачки были. Ага. Тут были кабачки. А тут уже кабачков что-то нету. Там, я помню, попадались. Так, ага. Охотники. Странные. Очистим себе дорогу. Так, что тут у нас? Опять колючки, да? Ага. Стрелы моей нету. Ладно, стрелы мы себе сделаем. Ой, мне что-то жрать надо. Что-то у меня какой-то поход жесткий вышел. Кто мамонт за мной погнался? Кто меня чуть едим? Крылья ужаса. Не у контрапопили. Нет места в снаряжении. Ну и отлично. Мне и не нужно. Мне просто нужно прорубить себе путь. Я понял, здесь точки перехода. Закрыты этими колючками. Если путь прорубая отцовским серпом, так, значит, со серпом, говоришь, да? А это что такое? В общем-то, кирка оказалась тут. Так, Шурик, надо отсюда по-быстрому линять. Это кто там идет? А, это вот этот микродракончик. Хорошо. Ой, игольник. Хуй 72% у него. Точнее, 72% уровня игольник. Игнорник. Эх ты ж, таки он меня цепанул. Да сдохни ты уже. Блин, еще эта хрень. Слушай, игнорник. Игнорник. Вот жижигнорник. Так, есть нечего. Ну, бобы. Только бобы. Ох уж эти игнорники. Я думаю, больше мне ничего не надо. Пусть лежит. Пусть лежит неуклюжийся игрорник-то в луже. Ну, я не знаю. Может, тут сюда куда-нибудь пройти. Слушай, здесь где-то должна быть река и переход. Там где-то река должна быть. Переход, карликовый кролик. Там через реку, может быть, можно перейти. Мне кажется, здесь есть переход через реку. Там же, где рядом со мной. Это же я как раз напротив моего дома, да? Да, тут где-то река. Но тут она что-то так не отображена. А, сейчас нам будем искать. Сейчас будем искать. Сейчас подойдем к скале и пойдем вдоль нее. Это что? Папоротник. Это что? Алоэ. А зачем алоэ? Что алоэ дает? Так. Опа-на. А это что такое? А-а-а. Какое-то интересное место. Угу. Интересное место. Ха-ха-ха. Какое-то интересное место. Очень интересное место. Да. Я что, пошел читать не умею. Так. Ой, Шурик. Тут только обходить. Тут скалы. Тут хрен пройдешь. Это как же мне здесь идти? Тут только вокруг. Ну, может, напрямую. Ага, спасибо. Нахрен я напрямую. Ага, ща. Гранд мерси. Еще напрямую я не ходил. Чтобы залезть, ноги себе переломать. Не-не-не. Спасибо. Как говорил Шарапов. Нет. А вот так, чтобы вот под пулей или под смертную казнь я на это не подписывался. Нет. Болотный странник. Прыг, да прыг, да чик-чирик. Так, ну и где я нахожусь? Ну, правильно, ты обходишь эти скалы. Видишь, они темным нарисованы. Их надо обходить. Да, тут так и хрен погуляешь так просто. Тут так просто хрен погуляшь. Нужен какой-то турборанец. Турбосранец. Да, это кто там впереди? Игольник? Да, игольник. Блин, так близко от него пробегаю. Но если еще одного не будет, если они парой не работают, то я от этого, наверное, убегу. А если, конечно, выходят, что такое заинтересное? А, это кусок гигантской коры валяется. Треугольник за мной не гонится. Вроде нет, это не кусок гигантской коры. Это какое-то каменное строение. Ну, это не каменное, конечно, строение. Какое-то нахрен строение. Это что такое? Картофель. Вмонтированный в камень. Вмонтированный в камень. Так, комода. Не, комода, тебе нахрен. Ты сразу идешь нахрен, комода. Так, а я иду нахрен домой сразу. Ищу себе где-то тут переход у меня есть. Мне так кажется. Да есть он. Точно он там должен быть. Там же река проходит сквозь скалы. И по этой реке теоретически можно пройти на ту сторону. Там надо путь из деревяшек проложить. Помните, я на стриме пытался сделать и не доделал. Вот. Ты что, за мной что ли? И вот где все дрожжи. Помнишь, я дрожжи искал. Они, оказывается... Ой, не нравится мне вот это обширное болото? Сейчас отсюда кто-то вылезет. Я чую. А точки сохранения у меня нету. Значит, нам нельзя с тобой, Шурик, помирать. А, конечно. Расскажешь это чучелу, который из болота вылезет, что, знаешь, мне нельзя помирать, чучело. Не троишь меня, чучело, а мне нельзя помирать. Так. Куда я пришел? Вроде как к точке выбранной, да? Ага. Ну, тут вроде двигаться можно. Ну, вот тут где-то вот сюда надо идти. Я вот так думаю. Ой, слушай, Шурик, тут время как бы ночь. Да? Ну, давай что ли спать. Ночью лучше спать. Как показала практика, что ночью надо спать. Картошку давай пожарим. Давай пожарим. Так, давай пожарим картошки мы чуть-чуть. Слушай, можешь кровать с собой такую носить? В ней все-таки чуть-чуть больше этого получаешь. Прикура. А, в принципе, что такую нести, что такую, разницы-то особо нету. Так, картошка, картошки, бараночки. И что-нибудь такое себе приготовить? Вот такое. Погоди. А, вот это сколько жарится будет? Тоже 30 секунд. Понятно. Ну, давай приготовим. Мне надо закусить. Закуситься надо. Так, давай инвентарь чистить. Это не надо. Это не надо. Это не надо. Это не надо. Так. Это пусть будет. Это не надо. А бабы свои посток стакаются. Ага, я понял. Так. Ой, звук какой-то страшный. Ты слышишь? Какой ужасный звук. Какая отвратительная рожа. Это мне все не надо. Бивни. Вот я не знаю, нахрен я бивни несу. Вопрос не ко мне. А к кому? Не знаю. Вот какая музыка интересная заиграла. А у меня же музыка в основном выключена. А сейчас я решил включить. Так. Это взяли. Это что такое? Древесный сок мне не нужен. Тут у нас дрова забрать. Дрова забрать. Нам дрова пригодятся. Так. Ну и продолжаем движение, да? Слышь, ты следи за моим движением. Тут Александр рассчитывает найти какой-то тайный путь. Ну, что ж. Пожелаем ему удачи. Угу. Ну вот эти скалы. Где-то тут проход должен быть. Нет, ну можно вот так вот начать с краю? Допустим, выйти к краю. Да? Примерно вот. Вот сюда примерно. И пройти вдоль скал. По надежде на то, что это я увижу какой-то что-то напоминающее проход в скалах. Может, конечно, я ни хрена не увижу. Может, это мои фантазии. Ну, там река же есть, которая уходит в скалы. Куда она приходит? Она сюда не приходит? Чисто теоретически она должна сюда приходить. Так, страйдер. Куча разноцветных растений. А, вон, смотри, дырка какая-то. Или это мне показалось? Нет, показалось тебе. Дырки тут нет, извиняюсь за выражение. Ага. Так, может, ее пробить можно? А, пробить. Обычно она издалека окажется. Сейчас поглядим. Ну-ка. Ну-ка, Ся. Что это за шляпа? Далековато поставил. Да, это можно пробить. Это действительно можно пробить. Ну, может, это просто пещера? Мы сейчас узнаем, просто это пещера или не просто. Не, да это с виду просто пещера. Сейчас все узнаем. Просто, непросто. Просто, непросто. Значит, смотри, так поступим сейчас с тобой мы. Как поступим? А вот так поступим. Как, как? Вот так. Типа ступеньки. Ну, попробуем, да. Что-то изобразить. А что, все? Еще одной нету? Есть еще одна. Так, ладно. Ну, это, мне кажется, пещера такая, тупиковая. Это не переходная пещера. Это не переходная пещера. Это тупиковая пещера. Да ни хрена себе, сказал я себе. Обычно в переходных червяки не живут. Хотя, хотя, да. Обычно, обычно. Не, все, тупик. Ладно. Значит, согласно плану утвержденному, я начинаю двигаться в обратном направлении. В сторону, сюда. Ладно. Давай двигаться в сторону, сюда. А что тут так рычит громко? Опять мамонт какой-то безумствует. Так, тут картофель. Тут эти бомбят. Что-то бомбят. Что бомбят? Что заходил? Что хотел? Бомбисты. Бомбические. Надо, Шурик, проход с той стороны смотреть. Так, стрела, короче, не знаю, куда девается. Может, тут и нет никакого прохода. Может, тут мои больные фантазии. Ну, возможно. Ну, ладно. Так или иначе. Так или иначе, иначе или так. Куда я подхожу? Так. Да пока ты никуда не подходишь, а? Пока никуда не подходишь. Хорошо. Нельзя сказать, что ты куда-то подошел. Пока ты двигаешься по болотистому краю. Так. Кто там у нас гуляет по берегу? Улит к черепахе. Ага. Улит к черепахе. И зеленый кокодрил. Так. Вот опять эти летуны. Вот какая-то с виду, как будто прорубаемая скала. Нет, не прорубаемая скала. Это тебе помпири. П-п-п-п-побери. Поберещилась. Ну что ж, поберещилась так поберещилась. Так, 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 так. А вот это что-то интересное так с виду, да? Смотри, тут какое-то все... Ага. Тут это колючкой все поросшее. Типа арка. Колючка. И колючка. Просто так не пройти. А что мы знаем? Чему у нас учат семья и школа? Шо, колючка у нас закрыт. Какие-то точки перехода. О, смотри, там дырка светится. Микро. Да? Да. А, смотри, вот на пещера. Ага. Так, откуда это я пришел? Как пещера светится, Шульк. Ты видал? Да я видал. И вот какой-то подъем наверх. Но там вроде ничего такого не видать. Чтобы пройти можно было. Так, туда лестницу надо строить. Это мы сейчас построим. Дерево большое. Так, где это я вообще нахожусь? Ну вот ты где находишься. А, ну я почти к переходу пришел. Ну ладно, я в ту пещеру загляну. Мне интересно. Это можно рубить? И что, я получаю из него палку? А это дерево. Звук вообще как будто рубит. Прикинь, оно упадет. Да нет, оно упадет. Жаль, что не упадет. Корень рубить нельзя? Нельзя. Ну дайте-ка я туда залезу. Да ты туда не залезешь. Блин, жаль. Так, ну звуки рубки деревьев есть. Так, мне как-то вон туда наверх надо залезть. Вот в эту пещеру, да? А это что такое? Папоркник, а что это он в воздухе висит? Что вы меня пугаете? Болотный грызун. Так, грызун, иди отсюда нахрен. Кто там рыщит? Мамонт. Ну это слишком маленькая пещера, чтобы она куда-то вела. Я так думаю. Я так думаю. Здесь все пещеры хрен подлезешь. Так, что-то не то, Шурик. Это я понял, что не то. Что-то не то. Тут же вроде можно залезть. Чего ты не запрыгиваешь, а? Ну и что? И никак. Странно. Да, блин. С виду вроде все пологое. Ага, а с этой стороны залезть можно, да? А вот там залезть никак. Тут надо еще одну такую. Что, не добью я до нее отсюда? Да, блин. Да, блин. Угу. Так. Ладно. Слушай, дай я тебя сюда поставлю. Что ты? Потом еще назад буду корячиться. Ну и буду. Так, что за пещера? Пошли. 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 Что-нибудь видишь? Да, червяков вижу. Двух. Вижу. Вижу двух червяков. Что еще видишь? Ни хрена больше не вижу. Вижу еще червяка одного Так Мг Что еще видишь? Еще червяка вижу Которого я не убил с первого раза Понятно Сколько ж вас здесь Ой, кто-то вылез, а я этого не вижу уже Он где-то там Сейчас плевать начнет Так, он даже не Ах ты ж, сволочь Вон ты где сидишь Наверху Высоко сижу, далеко гляжу Ах ты ж Паразит Так, а куда это я иду в конечном итоге? Так, здесь тупик в конечном итоге То есть все-таки прохода тут сквознякового нет Да не, нету Еще сейчас в пещере застряну Только этого не хватало Ну, в общем, нет, шурик Проходов ты пока никаких не нашел Так, я понял А жаль А жаль Ну, жаль не жаль А не нашел Так, понятно Тогда идем традиционным путем, да? Да Ну, с той стороны ищи, куда эта река ведет Так, а кто тут сидит? Карликовый кролик Кролик свободен Болотные бурят Так Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Сейчас кто-то ноги свои переломает Страйдер Так Так, страйдер Ты че орешь? Вы что, во время болотных бурь становитесь опасными? Мне как-то вниз надо спуститься А то что-то как-то сегать и ноги ломать неохота А видно придется Опа-на А тут этот прошел Висит Ох, он еще отравляет Иди нахрен висит Летучее вещество нам пригодится Мы из него себе Патроны сделаем взрывные Если, конечно, донесу это вещество Если оно не пропадет Так Так Погода супер Как всегда Болотная буря Да кто? Ой, еще один висит Фига себе А можно мне с виситом не сталкиваться пока? Что-то он мне совсем не радует Да, как куда мне здесь идти? Сюда куда-то Ой, меня сейчас тут как кошек Ой, как кошек Хотя тут чуть-чуть осталось до выхода Ой, ну ладно, уязвимость Я же уже почти вышел Отпустите Отпустите меня из болота Отпустите меня Но совсем не надо Я сюда еще приду Да, сходил так сходил Ель вернулся Хоча еще не вернулся Уязвимость светится А это кто? А это крыло ужаса Который меня вечно клюет в голову Так, ну сейчас по лестнице Крен поднимешься Она поломанная Это кто лежит? Игольник Как он хорошо придумал Меня здесь подстеречь Такой хороший игольник Ненавижу лестницу То, что по ним пополоманным Невозможно ходить Что это за бред? Почему по ним ходить-то нельзя? И пополоманное Ну глянь, меня там Игольник подстерегал Ой, я еле вышел У меня хп было мало Вообще вас надо называть Висит Потому что вы как раз таки Висит А он не висит Ни хрена Так, это крыло ужаса? Или это все-таки попугай? Да нет, это крыло ужаса А, не, это попугай Или крыло ужаса Я хрен пойму Да нет, вроде крыло ужасного ужаса Вроде не попугай Еды надо больше с собой, Шурик, брать Ты глянь, еда-то опять кончилась, да? Угу Как нет места? Что ж, мне даже помидорчиков не дали? Дали помидорчиков Ура Так, это я красную Игзу Только установил на сборку Это я еще ее Ни хрена не того этого Угу Это только предварительная предварительность Так, слышь Предварительная предварительность Что мы тут с тобой волокем? Ой, да что только не волокем, а? Черт-те че Черт-те че С черт-те чем Дайте мне немножко кремния А, все-таки стекло добывается Вон, стекло добылось Выплавляет все-таки она Выплавило стекло Не с первого раза, но выплавило Все-таки стекло добывается Опять стекло добыло Ни хрена сколько стекла я в этот раз добыл Хо-хо Давайте порадоваться стеклу Что вы сразу рычать начинаете Нормальная кирка Ни хрена она стекло Она добывала Ну, это кирка Псидианная Она А вот сейчас вообще ничего не добыла Понял, да? Нормально она стекла Вообще мне напилило Интересно, а че она из каменного уголя Можем добыть Слушай, а если сделать Обсидиановую кувалду И бить какой-нибудь шлак То, наверное, можно сразу Кирпичи добывать Получается Из шлака, да? А из обсидиана Добывать обожженный обсидиан Обточенный Или как он там называется Получается, да Так, а вот тебе Шурик и Буря с молниями Ну что ж Если я здесь и сдохну Не сильно далеко от челнока Ну, молния в меня попадала В принципе, ничего так страшного Больно, конечно Но жить можно Так, срока мрак Красноглазый Ну, это товарищ дохляк С ним разбираться легко Так, кабан Привидал? Я сам себя увидел Как вперед себя побежал К кабану Бывает ж такое Так, у меня сейчас где-то Молния отоварит Скорее всего И я получу достижение От товаренной молнии Так, теперь надо разобраться Где я нахожусь Так, еще туда Добда своего не дошел Значит, продолжаем движение Ой, Шурик Ты можешь не дойти Блин Вот сейн Ладно Глянь, у меня Три стрелы осталось Охренеть Вот это я подоздержался В этом походе Ладно А как думаешь Если молнию ударит Она тебя убьет сразу? Ну, даже не знаю Наверное, не сразу А так Подобьет Чуть-чуть Ну, ты не пойму На каком уровне-то нахожусь А где-то на нижнем Ты находишься Тут сейчас подъем Будет ко мне домой? Не знаю Я на сильно нижнем уровне нахожусь Буду ищи подъем Пока подъема не вижу Но он там выйдет А, ну вроде да Вот тут подъем сейчас ко мне будет Вот тут руда А, точно Я здесь прыгал Так, сейчас ты допрыгаешься Да-да-да Так, я в домике Ну и нахрен Такое счастье Хватит кряхтеть Ты же уже в домике Че кряхтишь Че кряхтишь? Не кряхти Так До сих пор, глянь, буря не отпускает А че он пишет Минус 78 Воздействие Ага Воздействие линии Должны снижать Скорость передвижения Потребление выносливости Скорость передвижения Градусов температуры Сколько много всяких Только у меня Отрицательных эффектов Так, я в прошлый раз прыгал Да, помнишь Ага, и ноги поломал Ну тогда как Тогда просто в воду прыгаем Тогда просто Если попадешь То в воду Попал Не понял Что за О? Рыб что ли кусал? Вроде никаких отрицательных Этих не нарисовано Че было за О? Голд вроде еще не Не коцит А че за О было? Нормально Какое-то О произошло Че за О? Вот этого я не А вот этого я не понял Ну че, теперь в зиму Понесем наши Эти, как их зовут Экстрактеры Ну да Понесем в зиму Экстрактеры Экстрактеры А че, может тоже Электрические сделаем С этой, с турбиной Наверное, да Это будет так Тут у меня комод шляется Или кокодрил Нет, кокодрил Это кокодрил А, сдох что ли? Извини, кокодрил Не понял Не понял тебя Что ты уже сдох Кокодрил Ко мне в гости зашло Так, ну шо ж кокодрил Не лезет, да? Что-то надо выкинуть Что же выкинуть, Александр? Да вот эту вот гадость выкинь Видишь, в кокодриле мяса сколько Видишь, сколько Какое-то Кокодрил 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 Кости не лезут Кости не лезут, Шурик Блин, масаракш Что такое выкинуть? Вот это выкинь А Кости Будь добр Забери Пошли Точку возрождения Создавать Мало ли чаго Что тут? Наверняка Этот выключился Вот, смотри Так, все работает Кто выключился? Вот этот все время погасает факел И в этом все время Не хватает материалов На тебе Да вот этот аппарат Наверняка выключился Нет, слушай Не выключился Все переплавил Так, молодец Золото, бриллианты Так Иверс Так, вот тебе стекло Я принес слеган сам Так Далее Летучие эффекты Для создания взрывных патронов Они у меня еще целые Летучие эффекты Так А где же у нас Разрывные Взрывной винтовочный патрон Так Ага Вот у меня есть Винтовочные патроны Так Миазмы на очистку Сюда Кладем Может быть Пригодятся Может быть Нет Разберемся Так Теперь Соевые бобы Сюда кладем И сюда кладем Не знаю Куда они там Нужнее будут Томатный суп Так Бивни Бивни я где-то складирую Но по-моему Зря ты их складируешь А из бивни Что делается Из них по-моему Делается этот порошок А сколько из них делается А по 10 Да А по 10 А по 10 Эпоксидки много не бывает Это мы знаем Так Дайте мне что-нибудь съесть Жрать охота Аж переночевать негде Так Что я тут еще приволок Вот это пока Давай уничтожим Не нужны они мне Так Помидоры 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 Овощи Помидоры там Консервированные Можно делать Моринованный Помидор Сытный салат Давай сделаем Сытный салат Так Теперь повыкидываем Нахрен Просроченные Фрукты И овощи Так Повыкидывал Картофель Мясо Картофель Мясо Там какую-то запиханку Можно сделать Из картофеля И мяса Какая-то запиханка Делается Я насколько помню А давай мы Картофель Разделим Вот Половин сюда положим Не положился Не понял Не по-моему Положился Вот он появился А нет Не появился Вот теперь положился А он не соединяется А почему А потому что Качество разное Я тебя понял Так Ну тут с картофеля Что у нас делается Ну вот Помидор Нужен сырое мясо И будет запеканка Ну помидор Мы можем потом собрать Ну ладно Разберемся Так это пока сюда Давай сгрузим Так Вот сейчас Все это протухнет Да хрен с ним Пусть протухает Сытный салат Салат Что-то никакого толку Что я его съел Не Какой-то толк Появился Так Картофель Я хотел еще сюда Положить Картофель Консервированный Картофель Нету За пшеницей Надо сходить Так Консервированный Картофель Ладно Хорошо Разберемся Далее Что тут у нас Стрел бы нам Подготовить Сейчас пойдем Подготовим Сейчас пойдем Подготовим Сейчас будут Те стрелы Робин Гуда И Робеспьера Мне Робеспьера Не надо Моя согласна Только на Робин Гуда Так Стрелы Робеспьера Робеспьера Стрелы Беспредела Робеспьера Так Вот Провод Я принял Слушай Я провод Вернул Марь Ивана Я провод Вернул Семена Уже Так Теточку Сохрани Семена Семена Ага Ну давай Мы отсюда Библи Заберем От них Толк Особного Нету Так Слышь ты Бивень Не то Я хотел Сюда Так Вам Бивни Нужны Нужны Не нужны Забирайте А лук А лук-то у меня Подизносился Ты глянь Какой лук Я притащил Пол живой Костей Набрал Много Ядовитая Паста Нужна Я не знаю Давай Сделаем Ну по-моему Она мне не нужна Давай Сделаем Композитная Паста Нужна Не знаю Пока Пока Не понятно Пока Не ясно Понятно Нужна Она не нужна Так Это все Мое парохло Которое Притащил С собой Все Так Мне в литейный Лук Чуть-чуть Починить Есть Чем Есть А то Лук у меня Сильно Пострадал Да Луку Досталось Нам всем досталось И мне досталось И луку досталось Огребли все Так Что я хотел Я хотел сюда Вот это Сдыхать Все Так А вот это Давай просто Выпросим Ох У меня сейчас Ничего не сделается У меня тут Все место занято Так Тогда Шурик Придется нам С тобой Выкинуть Вот это Ага Аха А еще Вот это Выкинуть Так Почему Выкинуть Да потому Что стрела Пещерного Червя Некуда Делать Ага Понятно Приплыли Не хватало Этого Да Ой Очистить Очередь Давай еще Раз Сколько Стрела Пещерного Червя Весит А ну Ладно Давай Мы ее Разделим Пополам И возьмем Себе Пока Полтос Полтоса Мне должно Хватить Ну что ж Надеюсь Тебе действительно Его хватит Так А что это Чешуя Чешуя Ну Кожзам Давай сюда Вернем А чешую Давай Выкинем Чешую Здрасте Равнинный Кто там Эквилибрист Здорово Равнинный Эквилибрист Что хотел Что ты хотел Равнинный Эквилибрист У нас тут Все нормально Пока Агрегаты Работают Все Дают Электричество Так Вот Поэтому Я пошел Разбираться С чем Ты пошел Разбираться А у меня Все на карте Отмечается Место Где я Издох Не Уже Не Отмечается Так Тут Мы Экзаматируем Как Вот сюда Попасть Я не пойму Тут тоже Где-то Должна Быть Экза Вот в эту Часть Как биому Попасть Там тоже Должна Быть Экза А какой Я путь Говорил Когда я Говорил В реку Через реку Пройти А вот Река В скалу Входит Там же По ней Можно Пойти А куда Она Дальше Идет Эта река Вот Видишь Река В скалу Входит А куда Она Дальше Дальше Идет Я не знаю Вот я Здесь Думал Пройти Это я Где Нахожусь Вот Или Она Не выйдет На эту Сторон Или она Просто В скале Где-то Теряй Свой Путь Может Быть Вот Куда Я хотел Сходить Понять Что там Происходит Слушай Я уже Два часа Тут сижу Записываю Так Сейчас Будем Закругляться Два часа Это достаточно Вот Такие Короче Ребятушки Девчатушки Истории Следующий Тогда Ну это Мы уже Наверное На стриме Пойдем Устанавливать Сюда Ну здесь Я надеюсь Будет Проще А Кстати Я хотел Глянуть Что там Стоит Этот Электрический Электрический Дырявитель Экзоматерии Так Электрический Дырявитель Экзоматерии Электрический Глубинный Бур Это он Нет Это не он Это Бур Другой Конденсатор Пара Это Бур Добывает Это Как его зовут Ну ты понял Да Я понял А вот Электрический Экстрактор Вот он Потому что Он делается Достаточно Легко И полторы Ему надо То есть Для него Одного Вентилятора Хватит Для него Нужно Железо Для него Нужно Железо Один У нас Железо Вот Железо Полно У нас Железо Он нам Все Сплавил Да Вроде Все Что только Можно А что он Сейчас Сплавил Я Не помню Что он Сейчас Сплавил Понятно А кто Помнит Я не знаю Кто Помнит Так Вот он Электрический Экстрактор Создать Но Экстрактор Этот Можно Таскать Только Вот Тут Сюда Его Не положишь Но Можно Взять Две Детальки Взять Фабрикатор Уйти На месте На месте Сделать Второй Экстрактор И поставить Два Но Тогда Себе Надо Принести Для них Два Ветрогенератора Одного Будет Мало Мне Углеволокно Нужно Углеволокно У меня Начало Заканчиваться И Что-то Алюминий У нас Ой Не то Алюминий Еще Много Да Алюминий Я просто Так-то Алюминия Полно Да Блин Насобираем Если Че Это Я планировал Делать Теплицу Но Может быть Даже Уже Делать И Не Буду Так А Углеволокно У нас Делается Из Чего Оно Делается Для Углеволокна Тоже Нужна Алюминий Органическая Смола И Кремниевая Руда Понятно Понятно Нам А где-то У меня Да Ну это Проще Пойти Мне Надо Бывать Да Да Короче Нужно Углеволокно И медная Проволока Медная Проволока Нужна Медная Проволока Вообще Нужна Постоянно Бесконечно Прибыться Медная Проволока Она Она Здесь Есть 10 Штук Золотая 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 Углеволокно У вас Тут Нет Углеволокно Где-то Должно Быть Сейчас Поищем Оно Где-то Скорее Всего Присутствует Оно Либо В Литейной Валяется Да Вон Тут 17 Штук Так 17 Штук Ага Ну вот Медная Проволока Нужна Ну и Золотой Накинуть Проволоки Тоже Надо Чуть Золотой Тут Вроде Проблем Нет Вот Тебе Золотая Проволока Так Тогда Золото Отсюда Надо Забрать Что Она Здесь Валяется Напрасно Так Золотая Проволока Вот А медная Проволока У нас Вот Она На две Турбины Мне тут Хватит Так Электроники Не хватает Да Ага И чурупы Тут Ну чурупы Это мы Сейчас Сделаем Чурупы Это мы Тебе Сделаем Чурупы Ща Будут Главное Кнопку Максимальную Нажимать А то Получишь Полторы Тысячи Шурупов Это Как бы Многовато Это Как бы Очень Многовато Так Чурупов Хватает Слит Клемен Хватает Меди Хватает Золот Хватает И хватает Только Электроники Надо Еще 8 штук Ага Ну ладно Это мы Там Потом Найдем Где-то Гриш У меня Медь Еще Была В верстаке Внизу Была Медь Не Владимир Анатоль Говорил Сейчас Я Гляну Ой Надо Поспать Тут А там Поспать Хрен Получит Там Печка Печка Не горит Печка Не горит Печка Ты че Не горишь Ай 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 Она Не горит Так Вон У меня Дрова Есть Другое Дело Так Генератор Еще Много Этого На Два Часа Пока Хватит Медь Вроде У меня Была Верстаке Внизу Или Не Была Сейчас Проверим Так Ну Ты че Сюда Пришел А Ну Тут Нет Дороги Та Тут Нет Дороги Че Вы Все Сюда Приходите Медь Говорит Тут Была Да Тут Есть Медь Ну Немного Ну Чуть Чуть Хватит Чуть 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 Хватит Так Это Экстрактер На спине Большой Так А сильно Там у меня Пострадало Ну Да Можно Будет Починить Ладно Потом Разберемся Так Медь Гриш Медь Принес Да А я Вам Медички Принес За квартиру За февраль Вот Спасибо Хорошо Положите На Кому Ну И че Теперь 8 Нужно По-моему Электроник Тут 8 Пока Не Светит Тут Светит Только 4 Потому Что Кончилось Потому Что Кончилась Медная Проволка Ну Надо Взять Кирку Из Холодной Стали Да Пойти Надобывать Мне Нужно Как Его Зовут Оксито А Вот Из Этой Кирки По рандому Она Выпадает Случайной Руды Из Этой Случайной Руды По-любому Меди Мы себе Забацаем Это уж Точно Это я Уж Точно Знаю Так Ну Тогда Пока Не надо С экстрактором Ходить Экстрактор Пока Здесь Оставь Так Вот Потом Мы Зафигарим Что Нибудь Все А так Даны Сегодня Друзья Мы Закругляемся Закругляемся Нам Нам Надо Будет Узнать Как Перейти Вот В Эту Часть Я Пока Не Знаю Как Туда Переходить Где Тут Переходная Пещера В Какую Месту Тут Надо Идти Где Она Тут По-любому Есть Так Что Узнаем И там Тоже Видишь Здесь Просто Есть Однозначная Игза Вот Она Вот Она Это Направление То Есть Оно Где-то Вот Здесь Примерно Примерно Вот Здесь Где-то На Краю Карты Так Закругляемся Благодарю За Внимание Проведение Припоручаю Вас Дети Мои Заклинаю Остерегайтесь Выходить На Болото Вот Ночное Время Когда Силы Зла И Гольники Треугольники Влавствуют Безраздельно Спасибо Кончено